Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас 31 марта, с чем я вас и поздравляю. Последние выходные мартовские, и мы переходим в апрель. Сейчас я нахожусь на метро Лесная, и я приехал с утреца, поднял себя с кроватки для того, чтобы показать вам цены, ассортимент людей на рынке на Лесной. Я уже тут бывал, и тот прошлый ролик вам, в принципе, понравился. Но тогда я был днем, а сейчас я приехал утром. Я выгляжу как вот эта вот сова с этого мема. Но сегодня я ожидаю увидеть не перекупов, а тех людей, которые приехали со своей продукцией, и которая должна стоить в разы дешевле. Пошли, посмотрим. Так, рынок у нас находится вон, в самом конце этого, назовем так, крытого базарчика. Утро сейчас на часах, ну вот, около 9 часов утра. Я сам по себе сова, я не люблю вставать утром, но ради такого дела я готов пожертвовать своим сном. А с вашей стороны я ожидаю за это некую поддержку в виде пальца вверх, в виде подписки, если не сделали, сделайте прямо сейчас это. И в виде какого-то фидбэка, комментария по теме, не по теме, о погоде и все остальное. Кстати, друзья, что касается погоды в Киеве сейчас, как видите, люди уже совсем в легких курточках, как видите, люди уже без шапок, вообще найти человека в шапке уже невозможно. На градуснике сейчас около 12 где-то градусов тепла. Если вы увидели, посмотрите, как я в какой куртке уже весенней выгляжу. И днем ожидается до плюс 20 градусов в Киеве. Пробивается солнце уже, видите, сквозь тучи. И это не может не радовать. Людей крайне много. Я только что вышел из метро, смотрел на это все дело. Людей крайне много. И это, в принципе, нам только на руку. Давайте посмотрим цены. Цены карась 80 гривен. Толстолоб, смотрите, сидят, отдыхают 80 гривен. Это за килограмм. Короб 115. Это что у нас? Короб зеркальный. Тут одни коробы. Сезан 140. Тут же вам, видите, даже могут очистить. Попочистим, порезем. Да, да, да. Удобно, удобно. Удобно. Вот видите, как выглядят настоящие работяги. Такие уже с утра в чешуе. Как жар горя. 33 богатыря. Все почистят вам, все порежут, все искромсают. Вот если сравнить, да, обычное мое пребывание тут и сейчас, то обычно, когда я тут был справа, у нас лоточки, крытые, не крытые, а слева всегда было пусто. А сейчас вот я пришел, посмотрите, слева куча, куча такая длинная вереница людей, которые торгуют с пола. Друзья, сразу хочу сказать тем людям, которые не уважают рынки, ну не то, что не уважают, а всеми руками и ногами против рынков. Почему? Потому что это якобы антисанитария, якобы это с пола, якобы ветер, который поднимается, обдувает это мясо, обдувает эти крупы, обдувает эти помидорчики. Там непонятно, что летит и мясо, и вода, и грязь, и окурки, сигареты, пепел, и песок. В некоторой степени я с вас с этим согласен. Но те люди, которые едут сюда, они понимают все риски, и они выбирают между ценой и между качеством. То есть выбирая что-то, допустим, среднее. Ну а мы давайте начнем, пройдемся и посмотрим. Благо, погода позволяет. Пройдемся по этой стороне, а обратно пойдем уже по противоположной стороне. Добрый день, в Якутину у вас? По 60. 60. Это домашняя, да? Да, в Якутине буквально, да. Ага, дякую. 60 гривен домашние яйца. Ну а домашние они стоят примерно где-то 60-65 гривен. 10 гривен пакетики? Да. 24. А, это 50, да? А, вот эти 10, да? Нет, это меня за полом, я так госом. Что есть? Точно. Да, поехали. Маленькие-то я брала. Ага, я понял, да, 50 гривен. Не-не-не, вот. 25. 25. А сколько штук? Там сколько? 100. 100 штук. А маечки почему у вас мало? 100 штук. Тоже по 10. 10 гривен петру. А цибуля в Якутину? По 10. Такая 2 за 15. 10 гривен цибулька. Так, ну вот видите, сейчас приезжают те люди, которые вот непосредственно, ну мне кажется, да, я верю в это, что они торгуются. Торгуют своим, торгуют своим, торгуют своим, и это, мне кажется, не перекупы бабушки, все остальное. А в Якутину картофель у вас? 15. 15 гривен. Это очень добрый картофель. Это белого на даче? Да. А, белого, да? 15 гривен. Ну вы все распродали, мы майже уже. Ну, так, вам что. Дякую, успехи вам. 15 гривен. Друзья, я за 15 гривен картошку еще в Киеве не видел. Я видел за 18.99. Видел за 25, но за 15 еще не видел. И это человек, это только утро, да? Обычно мы привыкли к тому, что скидки начинаются тогда, когда уже человек уезжает. Ну, нет, видите, это еще утро. Добрый день, а в какой цене у вас? 120 гривен. 20 гривен. Так попробовать вам. А, это и цибуля в Якутина? 10. 10. Ага. Так, а тут что у вас есть, вы расскажите? Это лечо. Лечо? Это шавель. Шавель, это для супчиков, да? Да, да, да. А шавель в какую цену? 40 гривен. 40 гривен. Лечо за 40 гривен. Ну, это на одну кастрюлю, да, может быть? Если вы один, то на две кастрюли можете. На две кастрюли. Если вы 5-литровую, то одну. Угу, 40 гривен, да? А так, если вы один, то можно на две. Угу, я понял, 40. А томатный сик в какую цену? 80 гривен. 80 гривен. Угу, угу. Тут есть сольки добавить, хороший сочак. Ну, это вы банку и вы разливаете для зручности? Ага, для зручности. Можно сливать, пробовать. Сольки там нема ненависти. Вы собі тоді... Зрозумів, дякую, дякую. Чашечку налили, и сольки кинули, вы не перекисали, ничого напилися, и все остальное в холодильничку. Дякую, дякую, зрозумів. 7 гривен и 15, 22, так? Да. Полтора тяло, 22 гривни. А ці горішки в какую цену у вас чищені? Горіхи? 120. 120. Так. А не колоті? А не 40. 40. Ага. Картофель в какую цену? Картофель в какую цену? 15. 15. 15 картошечка. Ну, видите? Молодцом, молодцом. Так, друзья, дохожу вон до того края и иду в противоположном направлении 2 минуты, а для вас 1 секунда. Друзья, лесной рынок, наверное, на втором месте после Троещинского стоит, когда люди сюда приезжают, закупаются и потом перепродают на таких продуктовых ярмарках районных и тому подобных. Смотрите, гранат вот по эту сторону, гранат 25 гривен. Тут гранат у нас 20 гривен. Так, нельзя. Нельзя? Ой, выбачьте, выбачьте. Нельзя. А че нельзя? Нельзя. Понял. А, я понял. Не, я себе шоб потом выбрать дома, посмотреть. Нет, нет, нельзя. А чего, почему? Сфотографировать нельзя, давайте, до свидания. А записывать можно? Нет. На листик можно? Нет. Ничего не надо, покупать можно. Покупать можно. А как мне выбрать, скажите? Ну, товар... Не-не-не, выбрать дома, как мне. Запомнить можно, да? Да. А можно я сфотографирую, вышлю другу? Нет, нет, нет. Чтобы он выбрал на день рождения. Не надо, до свидания. До свидания. А как вас зовут, скажите? До свидания, я сказала. До свидания, до свидания. носочки у нас 20 гривен или это стельки нет это носки 20 гривен 30 гривен детские носки а мужские в якутину вас это 20 гривен но не тоненькие это летние 42 43 44 46 до 20 гривен кстати это дешево 20 гривен якутина горишки у вас никоготи 30 гривен горишки так а масло олія 80 это литр а яйца домашние ой так а яйца домашние 55 великие домашние яйца дякую так а в якутина курка у вас 130 кило а яйца домашние 55 так дякую так дальше посмотрим смотрите какая курица это куркаш до в якутина она вас 120 килограмм чуть этот килограмм сильная 06 здоровенная такая 4 килограмма так амьяса в якутина у вас скажите еще 8 120 серебра дачи 90 ребра класс 90 гривен ребра но это вообще добрый день а салав якутина вас 70 гривен ну это воно 222 220 дайте выбирайте салав якутина это воно уже того да 70 а цей в якутина а все по 70 а все по 70 такой цены еще не видел максимум видел 80 гривен салав 70 гривен реально я в шоке семьде вы представьте 70 гривен салав а язик в якутина вас 150 гривен язычок круто круто а в якутина вас скажите битой 140 так а сало в якутина 120 генеральская по 300 у вас 120 маленький маленький ой так готово но жерненько 120 так а не У меня генеральская уже на Мара купила, да? 100. Угу. Угу. У нас всю заднюю часть. Придвитучи. Дякую, дякую. Ой, класс. 120 гривен сала. Смотрите, какая хрюша лежит. Хрюшка. Да, мне интересно. Красивая такая. Хрюша. 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 А куди ее в холодець, чи куди ее взагалі використовують? Володець. Вот это за 150 гривен вся. Вся, да? Да. Класс. Дивите, какая краса. Холодець. На Пасху. Да. Я могу битка вам меньше видеть. А биток в яку ціну у вас? 130. 130 биток. Бринза 220. У вас так удобно, ціни вже є. Не треба цей. Буковинский 210, украинский 169. Так. А це що ваше? Сметана. Вершки. Сметана. Сыр. Янтарь. А, янтарь. Я тут читаю, прочитати нам можеш. Так. А сыр в якутину? Там все. Ой, облачаю. 125 гривен 18%. 89 гривен 9%. 2% 79 гривен сыр. 2% 79 гривен. Для примера, вот вам для понимания вообще ситуации. Брикет, сколько он, 380 грамм в магазине, стоит около, ну округлим 40 гривен. Тут килограмм. Тут килограмм стоит 79. То есть понимаете разницу, да? А молочко в яку ціну у вас? 30 гривен в литр. 30 гривен в литр. 30 гривен в литр. 5 гривен в литр. 5 гривен в литр. Тут такие красивые копченості. Ребра, вижу. Ножки. Это, наверное, заяц или что это? Куча тоже красивого. Класс. Все красивое, все апетитное. А огирки, это огирки, да, 50 гривен у вас? 50 гривен огирки? Да, да, огирки стоять. Ага, я не видел. Огурцы, кстати. 50 гривен я их не трогал, но они мягкие. Хочете, да? Бо навпаки, взагалі не хотят. Можете поснимать. А, дякую. Только сколько на себя подивите. Как называется? Вроде бы есть мужчины, которые ходят по рынкам и цены снимают. Ну, есть такие в джутюбе. Да, ну. Ну, это удобно взагалі. Бо, я не понимаю, знаете, дехто каже, что ой, чего не можно. Навпаки, это же вам по суті реклама. Мне прикольно, да. Сам на себя подивитесь зайти. Да, это таке. Друзьям рассказать, показать. Бо, знаете, кто-то едет там с правого берега и не знает, что можно до вас приезжать и там редиску купить за 60 гривен. Дякую. 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 Вот, видите, какие позитивные люди есть, которые сами даже говорят о том, что их можно и что они хотят посниматься. Так, ну, давайте вот мы подходим к киоску, где... Не будем громко кричать. Просрочку. Поняли? Просрочку. Так, вот там вот он спереди. И мы двигаемся уже к выходу. Я не... детально не останавливался. Добрый день, а в Якутину у вас ци? 150 килограмм. О, хотите вы масленицу себе продлить, устроить? Пожалуйста. Сразу раз и масленица. Вот, вот этот вот магазинчик викиццы просрочкой. Такой? Да. 70 гривен. Малого нет? Малого нет? Малого нет. Малого нет. Малого нет. 70-90. А? А я хочу цены дизнатись на кефир. 15 гривен кефир. 15 гривен кефир. Бачите. Так, ну, яблочки. Что у нас яблоки? 25, 20. Маловата. Помидор 65, цибуля 20. Помидор 95. 135 гривен яркий. Смотрите, какие здоровые яблоки. Вообще скулок. Два кулака. Где тут продавец? А в Якутино вот эти яблочко у вас вот тут? 25. Здоровые яблоки такие 25 килограмм. Думаю, они гривен 50. Здоровенные, здоровенные яблоки. Вот второй киоск с шоколадками. 26 гривен. Ну, кстати, вот я взял шоколадку. 26 гривен. По факту она стоит 50. Ну, просто. Но там срок годности, я не знаю, не затерт, ничего. Есть наклеечка, есть выбитая чернилами до января 25-го года. То есть не просрочка. Ну, по крайней мере, если верить моим глазам. Так, друзья, вот я вышел с рынка. Вот такой вот недлинный ролик. Ну, мне показалось, что недлинный у нас он получился. Но довольно информативный, потому что это утро. Это рынок лесной и цены на мясо, на сало. Сало 70 гривен. Друзья, вам не послышалось. Сало 70 гривен. До этого я видел сало, которое нужно жарить. Как мне сказали по мышам, оно уже такое. Не сильно свежее, не первой свежести. Оно стоило 80. И это было не тут. Тут 70 гривен сало. И там даже, вот видите, покупали. Что я вам хочу сказать. Погода способствует. Цены окей, отличные. Мне понравились. Картоха по 15 гривен. Овощи тоже дешевле, чем, назовем так, в продуктовых ярмарках. А тем более в магазинах. Но это классно. Это классно, что есть такие цены в конце марта в Киеве. А сейчас, друзья, я еду в такое место, где я еще ни разу не был, от которого вы точно так же будете в шоке. Посмотрите, какая красота. Красота. Кресло-качалка. Класс. Через энное количество лет можно купить, поставить себе где-то на дачу и, держа в руках чашку с лимонадом холодным, качаться. Чтобы не пропустить следующий ролик с этого места, с этой локации, обязательно подпишитесь и обязательно приходите в следующее видео на моем канале. Ну, а пока вы можете поддержать пальцем вверх, поддержать комментарием, как вам цены, как вам рынок, были ли на лесной когда-нибудь. И поддержать подпиской, потому что подписка это помощь в развитии и ваша, так сказать, подяка. До новых встреч на фидосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok